Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет ванной с подругой, долгожданная. И сегодня у меня Катя Комарова. Девушка-богиня, на мой взгляд. Красота, ну неописуемая красота, нежность, ну сочетание всего. И ума, и харизмы, и таланта самое главное. Мы с Катей познакомились вот прямо недавно, меньше месяца назад, наверное. Но заочно друг друга знали, и еще чудесным образом пересекались в Москве. Давно. Лет 7 назад, наверное, да? Или не больше. Очень давно. Но вообще тогда не познакомились, ничего. И вот сейчас познакомились только в Сиднее. Ну это такая вот судьба, значит. И Катя нам сегодня покажет свои must-have, чем она пользуется. Катя бывшая модель, не побоюсь этого слова, топ-модель. Катя работала вообще в мировых показах. Ну, вы видите, да? Вы видите, тут и фигуры, и все вообще. Спасибо. Ноги, ноги вот такие. А у меня только вот такие, как говорила Бриджит Джонс. Ну вот. И сейчас Катя делает дизайн аксессуаров. У нее своя линия. Она делает великолепные ремни, вообще разных-разных-разных конфигураций, разных стилей, разных вообще. Ну, то есть у нее такие, знаете, ремни-сумки, и у нее трансформеры. У нее все трансформеры, у нее все как конструкция. Все совсем работает. Да, все совсем работает. Очень-очень умный дизайн. Девочки, я потом покажу и в Инстаграм, и здесь. Мы потом покажем вам ее сумочки и поясочки. Спасибо за такую красивую интернадуцию. Спасибо. Не за что. Не за что. И вот теперь. Ну что, мы начнем? Да, начнем. Значит, у нас сейчас приблизительно полдень. Я недавно нанесла макияж, и я, наверное, быстренько пройдусь по продуктам, которые я использую для ежедневного макияжа. В модельном бизнесе мне в свое время поднадоело большое количество макияжа, и поэтому я его в обычной жизни практически не использую. Очень чуть-чуть. Я не знаю, если это заметно на этой камере. Я видела, сейчас она красилась минуты три, наверное. Чуть-чуть консилера, все так аккуратно вбила, немножечко румян, и бальзам для губ, и реснички. Все. В общем, если я остаюсь дома и встречаю гостей, то я не использую крем для защиты от солнца. Мой любимый увлажняющий крем Embryolisse. Его можно купить онлайн, если в Австралии, а в Европе он, в принципе, доступен практически везде. Да, его намного легче купить. В европейских странах. Значит, я накладываю его. Если я иду на улицу, то мне нужно сохранять кожу от солнышка, которая у нас очень опасна в Австралии. Я использую SPF Protection от Мейка Косметики. Молодец, все видно. Да, у него защита 30, я иногда покупаю 30, иногда 50, я тоже у меня. Да, и у этого крема есть такое небольшое свечение. Да, да, мне очень нравится, да. И поэтому я чувствую себя еще более такой замазанной на случай, если какие-то есть неровности на коже. Чувствуется как будто тональный крем. На самом деле очень легкий, это просто защита. Ну вот из-за минералов создается такое чувство. Значит, в качестве консилера я использую Hourglass. Это просто невероятный бренд. У них очень много интересных продуктов. Я как-то участвовала в показе, где мы, миссажеры, использовали тональный крем этого бренда. Hourglass. Мне очень понравилась текстура, но я пользуюсь только консилером и использую натуральный цвет. Наверное, цвет не очень видно, он так и называется натуральный. Натуральный. У меня были их, стоишь, у меня была помада и у меня были румяна-хайлайтеры, такая вот пудра, обалденная. Вот, кстати, я давно хочу выбрать хайлайтер, у меня никогда не было. Очень хорошая, я тебе скажу, какой прям идеальный. Я показывала тоже его в блоге, вот лицо как прям светится, холёное такое. Тихо-тихо-тихо-тихо. Да, надо вязать. Значит, продолжая, что я наложила сегодня на лицо, немножечко ресничек. Я очень люблю все маскары от Мэйли. Моя любимая такая розовенькая с салатами и крышками. Классика. Да, просто признаюсь честно, это досталось бесплатно с каким-то магазин, журналом. И, собственно, она у меня появилась. А как тебе еще такая есть желтая? Не пробовала ни разу. Ну, на показах меня и красили. Ну, вот я как-то не... Это у тебя какая? Лаш Сенсейшн. Лаш Сенсейшн. Сенсейшн. Ну, у тебя свои такие длинные ресницы. Да, да, да. То есть я, в принципе, могу и не подкрашивать, просто немножечко ярче лицо, потому что я никакие не делаю акценты на лице. И поэтому хочется чуть-чуть реснички. Значит, я также использую румяна. Кстати, румяна я начала пользоваться румянами только вот в середине прошлого года. Почему? Мне сейчас 34 года, и мне всегда казалось, что у меня свой румянец, цвет лица. Я не говорю, что я там, вот, я как-то не нравлюсь, как я выгляжу или еще что-то. Но с возрастом пропадает вот это вот... А у тебя красивое такое фарфорового цвета лицо, благородное очень, редкий. Ну, редко, когда встречу человека вот с такой, например, гладкой, гладкий цвет лица. Вот везде вот тот такой однородный, слоновая кость. Ну, красиво. Да, но вот мне показалось, что румяшки мне все-таки нужны. И вот эти румяна прям... Кларабас. Они мне очень подходят, очень нравятся, их очень легко наносить. Вот буквально вот так вот, и все, я пошла и готова. А потом ты их как-то растираешь? Нет. А, просто прям вот буквально вот чуть-чуть я их вот так вот, и все. Если вдруг в одном месте где-то они сели линией, в силу того, что у меня тона нету, вот если только вот чуть-чуть консилер оказался вот в этой части, я просто либо пальцем, либо спонжем, который я наношу консилер, вот так вот чуть-чуть прошлась и все. Да, выглядит очень натурально. Собственно, это и есть мой макияж. А в конце я использую немного какого-нибудь бальзама для вук. Сейчас я использую Веледа. И это, кстати говоря, единственный первый продукт от этой марки. У меня было их масло для тела. Антицеллюлитное. Тебе, правда, наверное, не надо? Антицеллюлитное. У нас есть у всех. И это, кстати говоря, это нормальная история целлюлита. Хотя, я, конечно же, люблю... Но оно было классное, классное масло. Раз уж мы зашли на тему теллюлита, я, в принципе, закончила своим лицом. Кратко скажу, как я борюсь с теллюлитом. Поговорим о твоей попе. Да, давайте поговорим о попе. Ну, конечно же, упражнение никто не отменял. Но вот эта вот щетка, которую я купила... Или мне подарили? Ну, в общем, я точно так уже видела в обычном супермаркете. Она в комплекте с длинной такой деревянной палкой, чтобы за спину залезать. Но мне она не нужна, потому что я ее в основном использую только на ноги и вот на локоточке. Использую я ее насухо, перед тем, как залезать в душ, с самого низа, с пальчиком на ногах и поднимаясь коленком выше. И это не только отшелушивание мертвой кожи, а также вот работая в этом направлении, снизу вверх, прям по животу, с попой. Он на массаж такой хороший. Да, он вот как раз разгоняет все жиры в нужном направлении. Там, где они быстрее сжигаются, быстрее прорабатываются, кожа выравнивается. Все отлично. Это вот прям щетка. Кладезь, да. А я тоже теперь хочу такое, у меня нет. Это надо. Я ее использую где-то 2-3 раза в неделю. А, часто, да? Да. Да. Не важно, с утра или вечером, когда они забывают. А потом идете в душ. Да, прям сразу же. Значит, когда я иду в душ, раз вы на эту тему залезли, когда я иду в душ, я тоже где-то 2 раза в неделю использую... Солевой скраб? Это не соль, кстати. Сахар? Это сахар. Так, класс. Плюсы в сравнении с скрабами на основе кофе. Я очень люблю скрабы на основе кофе, но как-то у меня недавно зашел разговор о том, как вредно это для канализации. И потом еще очень грязный душ. В общем, минусов много. Ну, это очень хорошо для кожи, если есть возможность это делать на улице, да, тоже не на ночь, потому что когда кожа еще растертая, теплая, быстрее впитывается все это кофе и все не хочется спать. В общем, это надо либо делать утром, и лучше не дома. В общем, возвращаясь к этому замечательному скрабу, это австралийская марка, которая была создана на Kangaroo Island, и там только натуральные ингредиенты. Вообще, по сути говоря, сама владельца этого бренда говорит, что можно его есть. Ну, как-то это не нужно, но... Если только закончился сахар, сахарок. Да, 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 волшебный, мягкий, обожаю. После него остается такой легкий, маслый. А можно понюхать? Да, конечно. Да, пахнет хорошо. Очень нежненько. Ммм, как осень, еще как корица пахнет. Там, да, да, там всего по чуть-чуть, и все натуральное, и все эти ингредиенты, вот, да, вот буквально... Синамон, да. И соли, кстати, тоже есть. Еще несколько продуктов от этого бренда, я сейчас быстренько тоже пробегусь, потому что я его очень рекомендую, он очень... От этого в России продается? Я думаю, что он заставляется по всему миру, и цены очень низкие. То есть у тебя скрабы, маски в районе 20-30 евро виски долларов, и их хватает надолго. Но надолго у них, наверное, срок плодности маленький, если они все такие натуральные, нет? Да, небольшой, но можно хранить в холодильнике. Я сейчас скажу, что я храню в холодильнике, значит, я еще использую их не маску, он называется French Clay Mask. Классно. Это глина, она сухая, вот она хранится долго. Ее просто в маленьком блюдечке с водичкой наносят, прям чувствуют, как сужаются коры, все вытаскивают, прям супер. Вот, макияж, как я снимаю макияж? Макияж я использую, у них такой на масляной основе, к сожалению, этикетки уже нет, потому что с любовью используется. Да, это на масляной основе, я на ватный диск, и вот весь этот макияж, который вы сейчас видите, я очень легко снимаю. Морь, макияжи просто тонны. Его немного, поэтому очень легко снимать с маслом. А потом еще и когда, если много макияжа, тоже будет хорошо сниматься, потому что это масляная основа. Да, вот насчет туши, не уверена, как бы моя тушь легко снимается, но некоторые туши, они все-таки подразумевают более тяжелые средства для снятия. И завершая историю с моей любимой маркой, органик, мист. А, это кайф. Мисты я люблю. Мисты обожаю. Можно? Это лаванта. Роза, у меня самолюбимая, но вот это я тоже ничего не люблю. Аромат, это прям бодрячко. Да, да. А у меня был до этого мистача японский. Говорят, его Ким Кардашьян использует, я уж не знаю. И вот он делал такой glow, лицо такое прям светилось. Это, наверное, просто увлажнение, да? Да, я его в основном в холодильнике храню. Так вот, ребята, я работаю дома. Если вдруг мне нужен немножечко себя refresh, как говорится по-английски, как говорится здесь, я прохожу мимо холодильничка, достаю, обрызгиваю себя и чувствую себя волшебником. Едем дальше. Дальше. Так, значит... А, еще одна маска, которую я купила относительно недавно, уже больше половины использовала, в моем любимом спа-салоне N.DOTE SPA. Продается только в Австралии и, скорее всего, продается только в их спа-салонах. А, ну, понятно. Но очень легкая текстура, наверное, потому что все-таки мне повезло с кожей, мне не надо особо ничего, не нужно серьезных масок. Это обычная такая кремовая основа с витаминами С и Е. Класс. Ей на 15 минут, может, ее на ночь. Но вот я заметила, что если ее на ночь, класс, все-таки мне нужно, чтобы кожа дышала, у меня потом можно когда-то прыщик вылезти. Да, интенсивно, но она, наверное, жирная на ночь. Да, прыщики. Едем дальше. По поводу прыщиков. Уже бывают прыщики? Конечно. Конечно. Да, и прыщики бывают от шоколада. Ну, понятно. Я не так много его ем. Но вот даже если мы съели какую-нибудь соленую пасту с анчоусами. От шоколада и... И после нее потом шоколаду очень хочется. А, да? Я шоколад не ела. Я не могу понять просто все. Я потом после этой пасты, этой любимой пасты мужа, я ее очень часто готовлю. И после нее очень мне хочется... И после азиатской еды мне тоже очень хочется шоколад. Поэтому, значит, когда я поем либо одно, либо другое, обязательно у меня идет вход в шоколад. И на следующий день один-два прыщика вот здесь всегда есть. Единственное средство, которым я пользуюсь, помимо того, что я очищаю лицо каждый день, но в силу того, что я сказала, что это в основном из-за шоколада, потому что лицо чистое, я очень тщательно за этим слежу. Ти-3 ойл. Это масло чайного дерева. Это аптечное, да, масло? Обычное, да. Обычно оно разных брендов. Не важно. Вот это, кстати, очень жидкое, прям водяное-водяное. Оно, наверное, не стопроцентное. Оно, наверное, разбавленное какое-то, нет? Потому что стопроцентное, оно может кожу тебе сжечь. Оно вообще ждет, но я его не накладываю. А, ну то есть, я беру ванную палочку и вот так вот наношу. Делаю я это дело на ночь. На данный момент я не пользуюсь никакими А-кремами. Но, если я чувствую, что мне чуть-чуть хочется чем-то... Ну, вложить. Я наношу масло Жужуба. Тоже попал в аптеке. Да, я видела его австралийское. Я маме покупала свой тоже такое. Я прям буквально одну каплю наношу вот сюда, вот на пальчики. И вот так прохожу тут, губы. И вот так. И вот сюда чуть-чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Очень легко. Да. Любовь, любовь, любовь. Уход за телом. Продолжая тему ухода за телом. Очень я люблю дезодорант от Kiehl's. Я его не видела. У меня вообще не срослось вообще не с такими дезодорантами. В этом самом деле никакого, да. Буквально прям вот с горошину на каждую. На пальчик и размазывать. И мне очень нравится. Я даже не видела такой никогда. Причиной я начала искать так долго и тщательно хороший дезодорант. Ну, помимо того, что австралий бывает очень жарко. И дурактивный образ жизни. В какой-то момент я почувствовала, что у меня начинается образование груди. То есть доктор меня никакой ни о чем не предупреждал. Вроде бы никаких диагнозов не было. Но я прям чувствую, как будто от сухих дезодорантов. Вот как будто впитывает тело таник. Или что-то может быть там еще. И вот начинаются проблемы. Всех предупреждают. Следите обязательно за грудью. И дезодорант может плохо повлиять. Я слышала об этом, но как-то так это... Да. Я очень все время... Я люблю слушаться в организме. Все время пытаюсь прочувствовать, где что нравится, что не нравится. А он, то есть, не содержит таник? Нет. Понятно. Да. Прислушаемся. А, вот по поводу лица я еще хотела сказать. Этот бренд, он у меня, к сожалению, закончился. Называется он Зо Мед. Продается он только в специальных салонах. И поэтому я его еще себе не заслушалась купить. Новый, это пилинг. Пилинг хорошо. Он обалденный. Вот его я крайне редко использовала. В основном только вот, когда у меня появились прыщи. Или мне нужно в какой-то съемке приготовиться. Я вот так вот прям очищаю лицо. Я никогда пилингами не пользуюсь. Этот пилинг мне подарили, когда я делала тестовую процедуру. Для нового салона красоты в Италаиде. Это в городе, который я жила несколько месяцев назад. Да, до этого я жила. Недавно я переехала. Да. И вот, собственно, мне подарили много продуктов этого бренда. Вот этот продукт сам любимый. Я крайне настоятельно рекомендую всем, кто любит пилинг. Лучше вы не найдете. Вот. Это прям 100%. А волосы? Волосы у меня длинные. Волосы шикарные. Длинные, шикарные. Свои волосы натурального цвета. Да, да, да. Сейчас натурального. Несколько лет назад я была блондинкой. Волосы все сожгла. 150 раз их резала. И сейчас я горжусь тем, что у меня все восстановилось. Особых секретов нету, кроме того, что я не покупаю шампуни с перламутром. Где-то я когда-то давно прочитала это. Прозрачные. Все шампуни у меня прозрачные. Из дешевых марок я люблю Herbal Essences. Из более дорогих, мне буквально недавно посоветовали, это австралийская марка, я не уверена, если она продается во всем мире, называется Perfect Potion. Мне кажется, она еще продается. Скорее всего. Она, у нас она в доступе в Астилде. Да. Свои у них там маленькие бутики, мне нравится. Я не могу сказать, что там, о, такие волосы сразу шелковистые. На самом деле, такого не бывает. От чего волосы могут стать супер-супер-супер, это кокосовое масло. Но в этом есть большой минус. Ты его намазал, и ты испортил подушку. Поэтому делать это надо только на отдыхе, в отелях, где подушка не твоя. И тебе не жалко. А слушай, а почему этот перламутровый сампунь, что такое? Ну вот, это больше для того, чтобы создать такой искусственно красивый цвет. Там, естественно, дополнительные химикаты. Помимо всей-все-всей химии, что уже идет, это еще дополнительная красота, которая нам не нужна. Эта красота делается в коммерческих целях, и никакой пользы на волос она не несет. А еще бывают такие просто как кремовые, белые. Вот, да. Они еще? Да. А, то есть перламутровые. Вот, перламутр, да. Я против перламутра. Разбить по полочкам я не могу. Но я точно знаю, что это дополнительная вещь, которая нам для волос не нужна. Она используется просто для красоты и консумеризации. Крем для рук. Лекситан. Мне кажется, это классика. Это тоже Лекситан. Очень люблю. Вот такой маленький я использую. До сих пор, кстати, там все. Поддели полторы на две хватит. Да. Он вязает в мою маленькую сумочку. Очень хорошая. Это супер, супер. Супер. Всем рекомендую. Парфюмерия. Дух. У нее только один дух. Духи. Удиви нас, удиви. Я-то знаю. Я-то знаю. И причем не мое. Унисекс. 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 Которую я им купила. Духи. Духи. Унисекс. 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 Но слушай, они классные. Они легкие, хорошие. Естественно, мне запах на нем нравится больше. Унисекс. Унисекс. А еще у меня есть раритет. Сейчас я вам покажу. Все. В spentitch. Я залезу в шкаф... Немножечко милуем. Давай, давай, давай. Секундочку надо будет... ...спиной встать. Что у меня тут есть? Кайф. У меня тоже такая есть. Красная Москва. Красная Москва. Старая? Такая старая. У тебя такой нет. Есть у меня. У меня даже еще старее есть. Это духи, да, у тебя? Да. Я их берегу. Я еще ни разу не пользовалась. Попробуй, попользуйся. Я попользуюсь, да. Мне они достались по нас. Можно отборить? У нас относительно недавно умерла бабушка. Я проходила по всем ее шкафчикам, когда была в Москве. Да, я помню, когда она не пользовалась. И решила себе эту пищицу забрать на память. Вот, собственно, мне... А, ну и еще крем для тела, которым я пользуюсь иногда в силу того, что я ноги брею. Ну, слушайте, вы все живые люди. Ноги брею, и хочется как-то это все смягчить, этот стресс для кожи. Я пользуюсь вот таким обычным, без всего, с овсом, по-моему, кремом. Да, он рекомендуется для тех, кто экзема, проблемы с кожей. Ну, тоже он в общем, да? Нет никакого, да, нет никакого запаха. Очень дешевый, очень легко наносится. Да, хорошая. Чувствует маленькая. И был еще их гель, тоже хороший. Да, вот, собственно, и все, и я прям... А, зубная паста, моя самая любимая зубная паста от ИСОП. Первый человек, который показал нам зубную пасту в ванной с подружкой. Я вам скажу, товарищи, это вещь. ИСОП вообще вещь. Ну, вот-вот, без, там, без крюмов можно обойтись, я их очень себя люблю. Без них можно обойтись, вот без этого я уже не могу жить год. Да ты что, я не пользовалась... Она стоит всего 15 долларов, это не так дорого. Мятый пахнет. Но чистит она великолепно, великолепно, да. Отбеливает, нет? Она не отбеливает, она снимает... Я не знаю, если можно вдаться в детали. Переживаю разбить форматы блога. Бывает, начинаются темные какие-то пятна вот внутри, в внутренней части зубов. Кариус? Не, это не кариус, это налет. А, налет, все снимает. А, внутренние, да. Вот буквально. Да, да, да. Вот, вот, вот. Причем я не понимаю. Ну, вот только из такой 6-6. А появляется, и вот это... И вот это уже очень прочистит. Вот это пахнет снимает буквально за неделю. Как? За неделю, ой, ну все. Сейчас запишем, пойдем купим мне тоже. Есть ли какие-нибудь вопросы? Что, может быть, я не показала? Ну, ты же показала все, чем ты реально пользуешься. Все в реальном формате, реальный чек с первого дубля записали. Браво! Спасибо, Катя. Спасибо, что смотрели. С вами была Аленка Влог. Пишите, комментируйте. Всегда очень приятно вас читать. Катин инстаграм, Катину страничку. Я оставлю все внизу. Заходите к ней, знакомьтесь. Она очень приятная девочка. Когда зайдете, говорите привет. Я буду очень рада услышать... Родную речь. Да. Что вы думаете по поводу нашей дискуссии и моих клиников. Все. Чао. Пока-пока.